Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Насыщенная праздничная программа ждала жителей и гостей города на Центральной площади в рамках рождественских гуляний. За театрализованным представлением наблюдал наш корреспондент Константин Меркушев. Ни мороз, ни ветер не помешал любителям зимних народных забав прийти в главный город у города за порцией свежих впечатлений. Развлечь гостей старались артисты Дома культуры Рассвет. Еще до начала программы по всей площади возникали танцы, пляски, в которых одни участвовали, что просто согреться, другие, потому что настроение воистину рождественское. Сегодня очень весело, народу много, очень много деток, очень хороший праздник сегодня, Рождество Христово. Мы вот с детками тоже вышли погулять, на прогулочку, на елочку пришли погулять. Мороз вас не отпугивает? Нет, не отпугивает. Какой мороз? Очень тепло на улице, очень хорошо, все прекрасно, настроение очень хорошее. Любые праздники для города нужны, чтобы собрать народ, чтобы народ мог выйти из своих квартир, веселиться, подышать, скажем, воздухом, послушать хорошую музыку, потанцевать, развяться, потому что мы такие длинные выходили, они очень скучные. Создалось праздничное настроение, весело. Вообще, почаще бы такие праздники зимой справляли. Пляски, конкурсы, горки. Каждый пришедший на гуляние мог провести этот вечер по-своему. Многие жители города отметили ледяной городок. Он поистине оказался сказочным. Для некоторых гостей русские гуляния в нашем городе стали настоящим открытием. Город классный. Есть где время провести, особенно тюбинги, там все дела. Праздник тоже хороший, все отлично. Что понравилось вам? Концерт. И елка. Да, первый год елка такая классная здесь. Я не знаю, как было в прошлом году, но в этом году классно. Даже лучше, чем у феев, так скажу. Ничем вообще не уступает. По традиции на сцене стоялось театральное представление. Сказочные герои, конкурсы с детьми и взрослыми, песни, танцевальные батлы. Все это присутствовало на рождественском гулянии. Мир, дому вашему, пирогом вам, вашу, пришла калита накануне Рождества. А с ней мороз через тыл перерос. А мороз невелик, да стоять невелик. По окончании праздника состоялась дискотека для всех желающих. Праздник на центральной площади города получился действительно сказочным и незабываемым. Константин Меркшев, Ярослав Камрадьев, телекомпания «Арис». Накануне в Центре детского творчества организовали большую рождественскую елку, для участия в которой приехали ребята со всей Силоватской епархии. Организаторами праздника выступили сотрудники Центра детского творчества. Участвовала в праздники и наша съемочная группа. Епархиальная рождественская елка такого большого масштаба впервые прошла в нашем городе. В праздники приняли участие ребята с разных городов республики. Замечательно, что такие мероприятия организуются совместно и с нашей администрацией, и с Силоватской епархией. И замечательные представления показывают дети. Самое главное, что у них есть возможность реализовать свои творческие потенциалы. В шумной рождественской кампании соединились герои разных континентов. Участие в сказочном представлении особенно понравилось детворе. Мы старались, долго репетировали все. Долго, много чего меняли. Все мы сказали костюмы. Это было, конечно, очень трудно, но все старались очень. И действительно, ребята постарались на славу и устроили для себя и гостей настоящее Рождество. Участие в сказочном представлении, изготовление ярких костюмов своими руками и многое другое. Отличились и организаторы этого мероприятия. Множество конкурсов, подарков, приготовленных детям. Это ли не настоящая любовь к детям? Для нас было очень ответственное мероприятие. В наш город сегодня съехались дети, преподаватели, духовенство со всего округа Салаватского. И наша задача была сделать для них праздник. Светлый, радостный, теплый. Улыбки детей, радость. Я даже смотрю, взрослые радуются, как дети. Мы все погружаемся в это детство. Я думаю, что это и есть цель наша, пробудить самые светлые, чистые чувства у каждого человека. Поздравить родителей детей с Рождеством Христовым пришел епископ Салаватский Кумертауский Николай. Владыка отметил, что широко отмечать рождественский праздник с семьей – это вековая русская традиция. Я всех вас, и, конечно же, в первую очередь детей, поздравляю сердечно с Рождеством Христовым. Родителям необходимо думать не то, что как золотом или серебром были богаты наши дети, но чтобы вы были мудрыми и полны добродетелей. Настоящим рождественским подарком для детей и взрослых стало театрализованное представление в исполнении воспитанников воскресной школы «Родничок». Постановку готовили специально к этой елке. К делу подошли серьезно. Так пусть, заглядывая в каждый дом, идет по миру Рождество Христово. И мы вас поздравляем с Рождеством. Ну и какая же елка без символичных Деда Мороза, Снегурочки и Хоровода. Ребята рассказали стихотворения, спели песни и сделали памятные фотографии со сказочными героями. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова